Если бы я вернулся в то время, с чего начал, я бы начал с того, с чего начал. Мы уже цифровая компания. Что нам цифровизовать? То, что подумали, сразу запускается. Ой, удивление в последнее время как-то стало больше. И сейчас есть те же самые вики, те же самые люди. Просто все сейчас хотят войти, дело хорошо, хорошо получится. Друзья, доброе утро. Я Алексей Полектов, директор по IT-архитектуре компании ВК. Здесь мы немножко поговорим про то, что объединяет такую большую компанию. У нас огромное количество сервисов продуктов представляется вам для работы, для времяпровождения, для это как хобби, для все сферы жизни, по сути дела, покрыты технологиями. Но самое важное здесь то, что каждая компания, каждый продукт, каждый сервис создавался очень давно и будет развиваться в будущем. И здесь нам нужно смотреть на все то, что находится под капотом, на те самые технологии каждого продукта и как его развивать. Достаточно сложная задача с учетом вот этой большой картинки, с учетом количества пользователей. Вы не должны видеть те или иные изменения. И мы придумали эту конференцию. Я хочу рассказать про некоторые из этих технологий. У нас огромное количество разных кейсов, которые можно переиспользовать. А для архитектора важны паттерны. Посмотрите, как сделано. Чуть-чуть поправьте и сделайте лучше нас. После меня будет несколько очень сильных докладов. От вас нужна обратная связь с точки зрения того, что вы хотели бы улучшить, что вы хотели бы посмотреть на будущих наших конференциях. Ну и я открыт в кулуарах, готов там рассказать все наши секреты, насколько это возможно, как мы делаем те или иные продукты, как мы обеспечиваем high load, как мы выдерживаем те нагрузки, как мы живем сервисами, которые вам предоставляют. С точки зрения корпоративной функции, достаточно молодая функция в нашей компании, мы выделили сейчас несколько фокусов. Прежде всего, на созидание общих технологий, общих инструментов разработки для всех наших продуктов. Мы видим здесь возможности и эффективность. И мы создаем технологическую платформу. Об этом будет доклад, достаточно детальный, достаточно подробный. Также мы смотрим на сквозные технологии. Компания ВК живая. Мы приобретаем новые проекты, новые продукты, новые компании должны каким-то образом интригировать. Поэтому мы создали некий набор сквозных технологий, которые используются везде. Так поступают другие компании, другие экосистемы. Я считаю, что мы здесь немножко даже получше. Ну и чтобы работать со всем спектром тех продуктов, которые у нас есть, мы сделали две задачи, направленные на эффективность. Прежде всего, это ревью технических решений. То есть действительно создали сообщество экспертов, заинтересовали людей, что если ты работаешь в одном продукте, ты можешь помогать другому продукту. И люди начали отзываться. И они сами начали там контрибьютить, предлагать решения, что я работаю вот в одной компании, да, вот я вот могу там помочь вам-то, вам-то. И создали там советы, экспертные группы, где мы обсуждаем. У нас есть внутренние метапы. Иногда мы приглашаем даже внешних спикеров и внешних людей, которые там могут это посмотреть. И опять же, видя все наши продукты, это поиск дублирующих решений. Здесь прежде всего мы направлены на эффективность, потому что что-то запущена, какая-то база, какой-то сервис там в одной компании, мы можем его переиспользовать. Ну и повторюсь, с точки зрения там общих сервисов, мы там создаем общую единую платформу, единые мониторинги, общие сервисы безопасности, общие сервисы управления сетью. Это помогает развивать там каждое направление.